Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы. Ну и, конечно же, за его пределами тоже. А есть события, есть праздники, есть даты, которые отмечает вся страна, да и весь мир. Сегодня у нас в гостях Елена Верховых, председатель Союза Женщин в Подмосковье, Люберецкое отделение, член общественной палаты городского округа Люберцы. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Николай. Ну и сразу же я хочу перевести разговор вот к теме тех, скажем так, фрагментов, насколько мне известно, Большого Знамени, которые вот здесь находятся у нас в студии. Речь идет о предстоящем праздновании 75-летия Победы. Очень быстро бежит время, вроде бы недавно Новый год, но уже совсем скоро 9 мая. И я знаю, что специальная акция проходит под ваши эгиды, под эгидой Союза Женщин. Ну, сейчас вы все расскажете. Что же это за знамя такое? Что это за фрагменты будущего знамени? Ну, Союз Женщин в Подмосковье, Люберецкое отделение, несколько лет назад выступили инициатором создания такого знамени, Знамя Победы, Знамя Бессмертного полка, где на кусочках, на скутках, 30 на 30, чтобы каждый желающий вышел фамилией, имя участника Великой Отечественной войны. Вот. Ну, этой акции мы хотели бы привлечь внимание, прежде всего, конечно, детей, к патриотическому воспитанию. Потому что, чтобы наши дети, когда вышивая фамилия, имя, отчество, да, они прониклись, потому что то, что наши деды, прадеды, бабушки, дедушки пережили за 1418 дней, ну, ужасно это, Великой Отечественной войны. И когда вот у нас стартовала акция, на фабрике Пехорский текстиль мы открывали мемориальную доску рядовым Серафиму Антропову и Василию Каратаеву. Это двум жителям деревни Жилино, которые когда-то, до войны, работали на фабрике Пехорский текстиль. И, уходя на фронт, они добровольцами с фабрики, они без вести пропали. И вот Серафима Антропова пысковики, пысковой отряд Завета Ильича нашли в 2013 году и захоронили с почестями на Токаревском кладбище. А уже Василия Каратаева нашли в 2015 году. И вот самое интересное, они дружили, они были друзьями. И даже пысковики, когда нашли этих двух бойцов с разницей в два года, они практически в одном окопе погибли. То есть, и они вернулись. И вот генеральный директор фабрики Пехорский текстиль Елизавета Петровна Терёшкина решила увековечить. Так. И мы открывали мемориальную доску, и уже на этом памятном мероприятии мы запустили эту акцию. То есть, она стартовала с 20 июня 2016 года. И уже 9 мая 2017 первое полотно, состоявшее из 1100 кусочков, длиной 25 метров, принесли по улице поселка Томильно. Потому что штаб, кто принимал кусочки, раздавал. Ну, то есть, идея там, скажем так, как говорят сейчас, зародилась, обкатывалась. И, насколько я понимаю, за основу взяли Знамя Победы, и к этому Знамени Победы как бы добавляются фрагменты с фамилией, именем и отчеством. То есть, это Знамя Победы, Знамя Бессмертного полка. Потому что наш родственник, который прошел Великую Отечественную войну, даже друженьки тыла, они уже герои. Естественно, мы хотели бы увековечить, нести эту частицу. А кому вообще идея пришла? Кто сказал, давайте сделаем? Или это какое-то такое общее? Нет, общее. Это инициатор Союз Женщин Подмосковья. Потому что есть Бессмертный полк, когда с портретами, а здесь, потому что кусочек, это вот как... То есть, Бессмертный полк, это прошли 9 мая там, иногда это происходит по всему миру, даже раньше 9 мая, но прошли, и как бы акция завершилась до будущего года. А здесь получается, что с помощью вот этих фрагментов, да, Знамя как бы постоянно существует. И сколько на сегодняшний день, вот если вы говорите, с 16-го года присутствуют фамилии? В 2017-м первое полотно – это 1100 кусочков, в 2018-м уже полотно более 2200 кусочков, это больше 50 метров, принесли по Люберецкому округу. И в 2019-м знамя больше 3500 кусочков, это больше 75 метров. Мы в ноябре 2019-го года передали в музейно-выставочный комплекс 4000 кусочков. Сейчас, соответственно, любой желающий может прийти в музейно-выставочный комплекс, взять лоскуточек, вышить фамилии, имя, отчество и принести обратно. И мы будем опять собирать и сшивать. То есть сейчас эта акция будет проходить до какого числа? До какого числа можно прийти? Мы, смотрите, мы, как бы акция, она бессрочная, но чтобы в 2020-м году, 75-летие Победы, ваш лоскуток был уже вшит, то надо успеть до 10 марта взять и вернуть нам это. То есть взять и сдать до 10 марта? Да, до 10 марта. Просто после 10 марта, я так понимаю, это начнётся уже сшивание этих всех фрагментов и превращение в знамя. И это такая уже добрая традиция, получается, в городском округе любятся, что война от нас отодвигается и знамя увеличивается. В этом есть какой-то интересный такой философский смысл. Но вот в чём ещё вопрос. Я вижу, что на этих лоскутках, которые вы принесли, в общем-то, вышито всё таким одинаковым шрифтом. Это какое-то условие такое? Нет, смотрите, это я просто принесла, это одна женщина вышивала, Тамара. Вот. А так каждый желающий, он как посчитает нужным, так и он вышит. То есть это ещё и народное творчество. Да, то есть как он к этому подойдёт? Потому что, может быть, он гладит. Кто-то, там вот девочки мне пишут, говорят, мы не умеем вышивать, они отдали. Ну, профессионально кто-то вышел, кто-то добавил какие-то орнаменты. То есть тут дело каждого. Главное, чтобы это было фамилия и имя. Даже отчество многие... Ну, не сохранилось отчество, как так бывает. Иногда бывает, что не помнят, как звонить. Ну, всякое бывает, да. Скажите, пожалуйста, вот ещё такой важный вопрос. Речь идёт о людях, которые живут... Ну, всё-таки вы представляете, Люберецкое отделение, да, и Подмосковье. А если, например, человек переехал в городской Люберце, я не знаю, там, из Перми или приехал из Петропавловска-Камчатского и здесь живёт, то есть или другие люди, которые не имели отношения к освобождению, к битве за Москву, например, да? То есть возможно участие? Или здесь какие-то есть ограничения? Нет, Николай, любой желающий, который хочет увековечить своего родственника, который прошёл Великую Отечественную войну, или он был тружеником тыла? И даже вот, ну, насколько я знаю, что у нас нет ещё такого статуса «дети войны», да, но, грубо говоря, его родственник был маленький, но он трудился, ковал победу в тылу, да, то есть он вносил вклад в общую победу, то есть на этом кусочке, я думаю, что достойно быть. Ну вот, смотрите, хорошо, сейчас 75 лет победы, жизнь продолжается, означает ли это, что знамя будет расти? И где оно будет храниться, как это всё, вернее, где оно сейчас хранится, где будет храниться? И, возможно, появится ещё одно знамя? Или вы всё-таки будете одно вот это знамя так и подшивать? Николай, смотрите, у нас мы в канун 77-летней битвы под Москвой мы торжественно его передали на хранение музейно-выставочный комплекс нашего городского округа. Соответственно, ну, то есть эта акция, он будет обязательно, то есть это гордость нашего городского округа, и мы по единому мнению всех женщин, союз женщин под Москвой в Либерское отделение, то есть для нас это большая честь, что инициатива вот этого проекта, что он будет храниться в музейном выставочном комплексе города Люберц. То есть она будет, акция продолжаться до тех пор, если будут желающие принять в этом участие. Есть город Смоленской области, Духовчина, и у них есть даже музей, посвящённый Люберецкой дивизии, которая освобождала их город. И в декабре у нас вот одна из женщин, Ирина Николаевна Рогозина, она в 2018 году представила вот этот проект, акция «Знамя победы, знамя бессмертного полка» на премии на нашей Подмосковье в номинации «Дед, я помню», и получила премию. И она съездила в город Духовщину, и вот эту акцию поддержали жители вот этого города, Духовщина. И вот мы в декабре 2019 года, наш союз женщин передал им несколько рулонов, ткани. Они присоединились, то есть они уже у себя шьют своё знамя. Вчера мне сказали, что вот эту акцию подхватили в городе Рудня, тоже Смоленской области. Так я вижу, просто даже у нас... Мы когда первоначально раздавали кусочки через Любрецкое управление образования по школам, и смотрю, что такое же небольшие знамя шьются в Малаховке, видела, в Актябрском. Это превращается в некую такую всероссийскую акцию потихонечку. Мы будем рады, чтобы наша инициатива, чтобы она как бы разрасталась. Но тут очень важно, что всё-таки имена, фамилии, за каждым именем стоит своя история, своя судьба. И, конечно же, то, что этот зачин, этот, как-то так сказать, такая вот интересная акция, потихонечку её подхватывает в других городах. Я думаю, что она вполне может стать всероссийской. То есть знамя может быть в любом городе. Ну, другое дело, как там всё это будет делаться. Но мне кажется, что эта идея очень хороша. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас сегодня в гостях Елена Верховых, представитель Союза женщин Подмосковья, Люберецкого отделения, и члены общественной палаты городского округа Люберцы. Ещё раз напоминаем, что фрагменты, которыми можно заполнить знамя к 75-летию Победы, до 10 марта вы можете прийти, да, в Союз женщин, я так понимаю? Нет, в музейно-выставочный комплекс. Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы. Вы получите там этот фрагмент, и затем сможете вышить любым для вас удобным способом фамилию, имя, отчество вашего тирана, человека, который участвовал в Великой Отечественной войне. Ну и, конечно же, все правила и условия вы там узнаете. А сейчас мы на некоторое время прервёмся, а потом продолжим. Напомню вам, что эта программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях Елена Верховых, председатель Союза женщин Подмосковья, Люберецкое отделение и член Общественной палаты городского округа Люберцы. И говорим мы сегодня о Знамени Победы, к которому присоединяются новые фрагменты, новые лоскутки, знамени, где любой житель городского округа Люберца, любой житель Подмосковья, да, в общем-то, уже мы поняли так, что идёт по всей России такая акция, можно вышить разными способами фамилию, имя, отчество, участника войны, которые не вернулись с войны, или ветеранов, которые уже ушли из жизни. И, конечно же, принять участие в этой акции. Я так понимаю, Елена, что вам кто-то в этом ещё помогал, потому что начиналось-то это всё, как говорится, сердцем. А сейчас уже есть и какая-то база, то есть люди вас поддержали. Да, то есть если первоначально мы кусочки купили на собственное средство, но нам очень приятно то, что в создании первого полотна, первого полотна у нас есть такое предприятие, НПО «Звезда». И когда мы обратились, там генеральный директор Сергей Сергеевич Позняков, он попросил, у них есть швейный цех, швей швейного цеха сшить. И когда он сказал, что дополнить, оплатит, а девушки швейного цеха, они всё безвозмездно, всё сшили, и подшивают, и зашивают, ну, то есть как бы в единое полотно. Ну, то есть облагораживают, чтобы это всё красиво было. То есть это всё сделали бесплатно и продолжают бесплатно. Потом вот нам депутат Московской областной думы, Дмитрий Валентинович Дениско, то есть вот каждый год помогает, ну, с денежными средствами приобрести ткань. Естественно, к швейному, вот, потому что знамя, оно всё больше и больше, иногда, ну, то есть одно швейное предприятие не справляется, к нам ещё помогает. Да, есть текстильные... А мы узнаём, что есть швейные предприятия, которые работают. Да, да, Монолит, который вот президент Сергей Николаевич Лухьянов, вот они подключились, и это тоже идёт безвозмездно, то есть ни о каких там, вот, люди в своё свободное время, то есть, ну, как его, в нерабочее время, То есть безвозмездно, ну, понятно. Да, участвуют. Потом, ну, то есть мы покупаем ткань, чтобы его раскроить. У нас есть такое швейное предприятие, Томилочка возглавляет его Татьяна Александровна Милованцева. То есть, ну, то есть, как бы, вот, нитки, это вот нам Елизавета Петровна Терёшкина, то есть, по идее, как бы, очень большое количество людей, задействовано в этом процессе. Да, вот, и, конечно, хотела отдельно поблагодарить это первого заместителя, руководителя администрации, это Ирина Геннадьевна Назарева, потому что, ну, благодаря вот её лёгкой руке, которую она, как бы, нам во всём поддерживает и помогает, и... Дело пошло. Да. Дело пошло. Наталья Николаевна Тушкунова, огромное спасибо. В общем, все принимают участие, просто не хватит времени нам, чтобы всем сказать спасибо. Но вот такой вопрос. 10 марта завершается приём. Напомню, что в минимальном комплексе, музейном комплексе городского круга Люберца вы можете прийти, получить фрагмент знамени, вышить на нём фамилию, и до 10 марта нужно сдать для того, чтобы успеть вот для пошива этого своеобразного знамени Победы Плюс, да, до того, как наступит праздник Великой Победы, День Победы, и тогда это знамя мы увидим, я так понимаю, в городском округе Люберца. Да, и 9 мая мы торжественно в шествие бессмертного полка пронесём... Сколько это знамя будет уже? Или пока трудно сказать? Трудно сказать, потому что в том году это было 75 метров. Если все кусочки все сдадут, то это будет большое, да? А если... Ну, и мы надеемся, что это будет больше 100 метров. Но мы как бы не за цифрами, то есть нам не нужны рекорды. Нам самое главное, что эта акция продолжается, чтобы люди без каких-то там указаний, да, чтобы они по зову сердца приходили и участвовали. Знаете, я думаю, что тут... Это моё, так сказать, предложение, не знаю, на будущее. Вот сейчас есть имена, фамилии, а может быть тогда, и если здесь принимают участие уже музейные работники, исследовательские, так может быть вот под каждый лоскуток сделать какой-то медийный проект, то есть чтобы про каждого человека какие-то написали слова, да, и создать такую книгу для знамени. То есть есть знамя отдельное... Это замечательно. А есть книга, где вот в каждой книге, если есть возможность фотография, и тогда это становится, ну, как я вижу, да, в музейном комплексе стоит знамя, и рядом такая большая какая-то красивая книга, которая, уверен, тоже можно будет договориться, каким-то образом издать. Мало того, это такая книга памяти в том плане, что она не привязана конкретно к какому-то району, как мы уже говорили, да? И возможно, что там вот все эти описания, как вы говорите, где-то человек работал в тылу, кто-то партизанил, кто-то воевал, кто-то дошёл до Берлина, а у кого-то, к сожалению, жизнь оборвалась в первые дни войны. Мне кажется, что это такая будет тоже интересная история. Почему? Потому что вот за каждым человеком стоит жизнь, и тем более, что сейчас есть такие возможности, что вот такая идея, посмотрите, может быть, получится. Николай, я, кстати, вот вы сейчас говорите, я уже представляю, я думаю, что я девочкам расскажу и совместно с сотрудниками музейного выставочного комплекса, потому что те, кто принял вышивание, я думаю, что они расскажут о своём родственнике, потому что я о своём дедушке, потому что вот как-то не говорили в семье о войне. Мы знали, что он воевал, что у него там несколько наград. И вот я вот хотела поблагодарить Министерства обороны, то, что они создали такой сайт «Подвиг». Да, там можно найти, я нашёл. Да, и я вот, когда я нашла, я была очень идёт, то есть, оказывается, с дедушкой-герой, да, он в разве-роте, то есть, хотя там не о всех орденах, но вот он, и по идее, по фотографиям мы смотрим, он всегда ходил вот с орденом Красной Звезды. Он этим серьёзный орден. Ну, видимо, она для него была очень такая дорогая, да, что вот на каких-то там костюмах. Вот важная такая-то история. Почему? Потому что я тоже когда увидел, да, там же есть, ну, есть, скажем, памятные медали, которые вручались ветеранам, да, а есть именно вот боевые награды, которые, например, там указ Президиума Верховного Совета СССР, где огромный список зависимости от боя или персональное награждение и так далее. И когда ты читаешь это, вот, выцвети, там же всё это обработано. Ну, да, цвета перевой ручкой с синими чернилами. Да, и вот наградные листы. Это, конечно же, производит впечатление. И, кстати, мне кажется, что действительно, вы правы, очень многие ветераны, даже уже вот в позднее советское время, вплоть до конца 80-х годов, они не рассказывали о войне, потому что как-то многие хотели эту часть жизни убрать, ну, в том смысле, что это очень тяжело вновь переживать. И поэтому мне кажется, что если к этому добавится такая история, тогда появляется ещё одна задача, когда, например, те же молодые ребята, молодые школьники, можно, да, устроить такую исследовательскую работу, потому что где-то что-то находить, да. Есть поисковые отряды, да, это тоже такая интересная история. И всё вместе, в общем-то, это сбор таких знаний, которые, как мне кажется, в современных условиях поможет довольно быстро о каждом из людей найти какую-то информацию. Мало того, если к этому подключить, а я знаю, что Союз женщин это может, подключить Министерство обороны, между прочим, самое главное, да, есть архивы, есть какие-то возможности, что-то, наверное, ещё нельзя открыть, ну, а в основном эти документы, ну, в доступности, и помочь вам, так сказать, создать вот эту книгу памяти под знамя памяти. Ну, это очень хорошая идея, я думаю, что, Игорь, наши подруги, я думаю, что и сотрудники музейно-выставочного комплекса Красково-Люберцы, потому что у нас в городе, ну, проживает очень много потомков этих героев, и хотелось бы, чтобы наши дети, вот, и я даже, когда вот мы это создавали, наша инициатива была, как бы, подхвачена и запущена, я вот благодарна, потому что наши дети, они больше узнают о своих прадедушках. О корнях, о том, что это было, то есть это было не кино. Это не кино. Это реальность, когда за... Тут даже, может быть, не нужно обладать каким-то слишком литературным прям даром, а именно такие, знаете, справочные информации. Это тоже иногда очень действует. Елена, я еще раз хочу напомнить всем нашим телезрителям, что до 10 марта приходите в музейный комплекс городского округа Люберцы, и если есть желание, поучаствуйте, и тогда ваша фамилия, имя, отчество вашего родственника, имевшего отношение к Великой Отечественной войне, появится уже на Знамени Победы, которое будет пронесено 9 мая по территории городского округа Люберцы. Но я знаю, что Союз Женщин Подмосковья, Люберецкое отделение, не может нам еще что-нибудь не рассказать. Так сказать, на некоторое время мы сейчас завершаем тему Знамени Победы, мы, я думаю, еще к нему вернемся, потому что 9 мая совсем скоро, еще много всевозможных будет встреч, посвященных этому великому событию. Ну а чем сегодня живет Союз Женщин Подмосковья, тем более, что мы находимся в преддверии 8 марта, не могу не спросить. Знаю, что вы организаторы и зачинатели многих идей, что в этом году готовит Союз Женщин? Ну, у нас в планах провести продолжение. В том году мы провели замечательный конкурс «Люберецкая супер бабушка». В этом году мы пока в порядке обсуждения. Я надеюсь, что у нас стартует и реализуется. Мы хотим такой конкурс сделать «Ай да бабушка, ай да дедушка», чтобы... А, соединить? Ну, конечно, потому что, ну, как-то без мужчин все-таки скучновато. Понятно. Тем более, что там-то основные участники не только бабушки и дедушки, но, наверное, все семьи и внуки. А у кого-то и правнуки. Конечно, да. Ну, чтобы это было еще более креативнее, веселее. Так как этот год все-таки памятный, хотелось бы, чтобы тоже у нас получился. Мы хотим провести такой литературный фестиваль имени или памяти Ивана Васильевича Рыжикова. Это наш земляк. Год назад он ушел. Это поэт. И вот в этом году, 7 июля, ему исполнилось бы 98 лет. И мы бы хотели по фестиваль имени Ивана Васильевича или по творчеству. То есть по его творчеству будут какие-то работы? Да, тем более у него есть такой хороший цикл. Это стихи, рожденные в бою. И я считаю, что наши ребята, учащиеся, или местные жители, чтобы его друзья, его очень многие любили, если у нас получится, и приедут... Сам он рожденный, кстати, в Смоленской области. Я думаю, что у нас хорошее такое мероприятие должно получиться. Ну и у нас остается одна минута. Мы, конечно же, от имени всех мужчин, которые смотрят сейчас эту программу, которые готовят эту программу, поздравляем вас с днём 8 марта, с Международным женским днём. Вот. Ирина, а вот как женщины себя поздравляют с 8 марта? Всё-таки вы представляете союз женщин. Вас, наверное, поздравляют. Вот у вас есть минута для того, чтобы обратиться ко всем представителям прекрасного пола. Ну, мы женщины, как мы себя. Мы желаем всем женщин то, что есть. Желаем себе. Самое главное – быть счастливым, да? Потому что и есть... Я очень люблю такую фразу, не помню, кто это сказал, что женщина никому ничего не должна, она должна быть счастливой. Вот. И поэтому я хочу, чтобы глаза горели. А мужчины помогали. Ну, женщины, чтобы были всё-таки женщины, а мужчины были мужественными. То есть, чтобы всё было как надо. Да. Вот такое вот пожелание. Да, мы за, как говорится, традиционные ценности. Понятно. Елена Верховых, председатель союза женщин Подмосковья, Ливерецкое отделение, член общественной палаты городского округа Люберцы. Говорили сегодня большую часть его знамени Победы. На мой взгляд, акция очень интересная. И она ещё раз погружает каждого из нас в ту эпоху, в то время. И практически у всех есть люди, которые имели к этому непосредственное отношение. Примите участие в этой акции. А вам, Елене, и вашим коллегам, спасибо за то, что вы её придумали. Спасибо огромное, что пригласили. С вами был Николай Пивненко. Программа «Открытый диалог». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин